МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верстаться главный финансовый документ будет с учетом уровня прогнозного расходования этого года, нормативов, которые будут утверждены постановлением администрации и существующие прогнозные сети бюджетных учреждений. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. Снижать зависимость региона от нефти пока не получается. На сегодняшний день 98% бюджета составляет поступление от нефтедобывающих предприятий. Но, тем не менее, заявила Татьяна Лагвиненко, такую задачу перед собой руководство округа ставит и будет стараться снижать данные, риски и развивать другое производство. О том, какой будет бюджетная политика в следующем году, расскажет Ирина Цепетова. Главный финансовый документ региона прошел первоначальное согласование всех департаментов. Сегодня, с учетом замечаний всех распорядителей бюджетных средств, принимаются меры к оптимизации расходов. Пока мы еще ничего не уменьшали, мы пока рассмотрели и дали время главным распорядителям бюджетных средств посмотреть внутри себя, что возможно. А так, я бы не сказала, что мы так сильно уменьшаем. В принципе, у нас этот год очень такой, как сказать, туго затянутый. Мы старались осуществлять расходы, которые крайне необходимы. Поэтому, в принципе, мы уже на этих рельсах стоим и продолжаем так же. Сложный 2015-й показал, даже при дефиците бюджета округ исполняет взятые на себя обязательства. В первую очередь, социальные. Эта же работа будет продолжена в следующем году. В приоритете неизменно останутся здравоохранение и образование. Продолжится финансирование инвестиционных программ. Мы строим жилье, мы продолжаем стройки. Конечно, в принципе, можно было бы этого не делать тогда, может и как-то. Но пока мы можем, мы это делаем. С тем, чтобы сохранялись рабочие места и чтобы у нас были работали предприятия. Так, это, конечно, большая составляющая инвестиционная. Я говорю, что мы хотим ее сохранить, крайне в каком-то размере. Продолжить те инвест-программы, которые спланированы. И минимизировать какие-то непроизводительные расходы. Например, оптимально сократить. Я не говорю о том, что мы сейчас будем что-то резать так сегодня. Какие направления программы подвергнутся оптимизации, а главное, в каком размере, сегодня неизвестно. Так же, какие параметры бюджета 2016. Ситуация прояснится, когда департамент финансов будет иметь представление о доходах окружной казны. Мы узнаем доходы в понедельник буквально, когда нам Минэнерго все-таки даст суммы по основным нефтодобывающим предприятиям. И по СРП мы узнаем. Поэтому я думаю, что буквально в следующей неделе эта цифра будет. Естественно, расходы будут исходя из доходов. Проект бюджета 2016 Департамент финансов представит собранию депутатов к 20 октября. Следующий финансовый год будет сложным, но, подытожила Татьяна Лагвиненко, небезнадежным. Уточним, что федеральный бюджет на 2016 год должен быть внесен на рассмотрение Госдумы до 25 октября. В регионах, естественно, главный финансовый документ сверстает намного раньше, например, в НАУ до 20 октября. А потому, в соответствии с поручением президента, наши парламентарии уже начали работу над повышением эффективности бюджетных расходов на социальную сферу. Их задача – скорректировать законы, адаптируя к новым экономическим условиям. В первом чтении на сессии собрания депутатов уже приняты изменения в ряд социальных законов. Одно из изменений коснется условий проезда в общественном транспорте. Сразу отметим, что льготы не отменяются, а лишь сокращаются. Схема будет выглядеть следующим образом. Для школьников и студентов планируется установить стоимость проезда в общественном транспорте, то есть в автобусе, в размере 50% от общей стоимости. Для пенсионеров – в размере 20%. Сравнивая ситуацию с соседними регионами, стоит отметить, что ни в Республике Коми, ни в Архангельской области льгот на проезд в общественном транспорте не существует. В абсолютных цифрах это будет выглядеть так. Для школьников и студентов проезд по городу составит 15 рублей и 20 по маршруту на рейнмар искателей. Для пенсионеров стоимость поездки на общественном транспорте будет равна 6,8 рублей соответственно. То есть в месяц пенсионеру ежедневные поездки по городу будут обходиться в 360 рублей. Такие изменения связаны с необходимостью поддержки АТП. Сегодня это предприятие терпит убытки в размере 10 миллионов рублей. Впрочем, бесплатный проезд все же сохранится для некоторых категорий граждан. Внесены изменения и в части предоставления путевок мать и дитя. В новом варианте закона предлагается, что отправиться на отдых совместно с родителями смогут только дети в возрасте от 4 до 9 лет. При этом, в отличие от существующих норм, право на бесплатный отдых может получить не только родитель, но и другой близкий родственник. Например, бабушка или дедушка. Родители, чьим детям от 10 до 15 лет, тоже смогут бесплатно отправить свое чадо на отдых, но в организованной группе. Внесение поправок сотрудники здравоохранения связывают с тем, что путевка мать и дитя дорогостоящаяся и составляет на ребенка и на родителя более 100 тысяч рублей. С принятием внесенных изменений на эту сумму в следующем году смогут оздоровить примерно 5 детей. Ну что ж, мы видим, что социальные льготы не отменяются, но изменяются критерии оценки нуждаемости. При этом все законопроекты обсуждаются с населением. На прошлой неделе народные избранники совместно с членами общественной палаты и окружного общества инвалидов детально изучили законопроект о бесплатном проезде для отдельных категорий граждан в общественном транспорте и не нашли в нем одной важной строчки – о бесплатном проезде инвалидов. Обсуждение этого вопроса стало главным на заседании. Как выяснилось, в ходе полуторачасового трехстороннего общения про инвалидов никто не забыл. О законах, рекомментирующих социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, в следующем сюжете. Бурное обсуждение вызвал законопроект, согласно которому меняются условия проезда в общественном транспорте. Закон принят только в первом чтении. Следовательно, у граждан, представителей общественности есть возможность внести свои предложения в документ. К числу категорий, для которых льгота на бесплатный проезд сохраняется, разработчики законопроекта отнесли жителей блокадного Ленинграда, недееспособных членов семьи участников Великой Отечественной и других боевых действий, супругов умерших участников войны и ветеранов боевых действий, родителей погибших и умерших ветеранов боевых действий, узников концлагерей и супругов умерших участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак. При этом ни слова об инвалидах в перечне категории не было. Это и стало основанием для рождения разговоров о том, что инвалидов лишили бесплатного проезда на общественном транспорте. Этот слух развеяли участники заседания. Исходя из этого, мы все-таки предлагаем дополнить этот проект отсылочной статьей следующего содержания. Она получается 5.20. Такой текст. Инвалиды на, в соответствии, ну инвалиды на, то есть имеют тоже право, тут идет дальше, следующая категория граждан. Двоеточие и 5.20. Инвалиды на, в соответствии с законом на вот такого числа дополнительных мер социальной поддержки инвалидов в нескорбанном округе. То есть лица, которые будут уже руководствоваться принятым законом, они будут видеть и инвалиды на, но в соответствии с законом, который касается конкретно инвалидов. Проще говоря, разработчики закона проекта о безменениях условий предоставления социальной льготы на оплату проезда в автобусе не включили инвалидов в перечень категорий, для которых эта льгота сохраняется. Потому что она гарантирована им другим окружным законом номер 63, который содержит все меры социальной поддержки для инвалидов. Отсюда и пошло недопонимание у этой категории граждан. Впрочем, разработчики этот пробел могут устранить ко второму чтению закона проекта. По результатам рассмотрения проекта в первом чтении, в собрании депутатов, по решению депутатов, разработчику было рекомендовано дополнить уже закон, в частности, категория дети инвалидов, поскольку речь шла в первую очередь о категории из пункта 4.1, это дети до 18 лет и дети обучающиеся в общеобразовательных организациях. Формально может иметь отсылочную норму и в 13-м возле, но это не отменяет прямого действия гарантии, предусмотренные 63 окружным законом. И еще и тот же самый критический статус, который на данный момент гарантирует и сохраняет, не предусматривается у нас законопроектами изменения, как бесплатный проезд на общественном автомобильном транспорте для всех категорий инвалидов, в том числе для детей инвалидов, так и проезд на специализированном автомобиле. Вопросы по проезду в общественном транспорте возникли и у пенсионеров. О причинах сокращения социальной льготы этим категориям граждан рассказал первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Свиридов. Существует подвоение этой льготы, то есть эта льгота была в качестве бесплатного проезда и в качестве единорельной денежной выплаты, которую также получают отдельные категории граждан. То есть туда также входит годный проезд. То есть фактически он предоставлялся бесплатно и плюс еще граждане за бесплатный проезд получали ежемесячно определенную сумму денег. То есть при расчетах, которые были продвинены в размере 20% как раз учитывалось вот это ИДВ, что та ИДВ, которую сегодня граждане получают ежемесячно, они практически ежемесячно могут оплачивать проезд в размере 6 рублей без проблем. 758 это минимальный размер, по другим категориям он намного больше, около 1000 и за 1000 выходит. И эта выплата туда входит в числе бесплатный проезд на общественном транспорте. И она сохраняется. Конечно, она остается. И если есть вопрос, то ее можно рассматривать на предмет отношения стоимости проезда и этой суммы, которую вы плачете. То есть, грубо говоря, пенсионеры получают эту выплату и сейчас предлагается им условие купить из этой выплаты билет и совершить поездку по своему назначению. То есть, существовала такая ситуация, что получив бесплатный проезд в натуре, граждане еще получали из-за бесплатного проезда деньги, которые, в принципе, не реализовывали бесплатный проезд. Определенные вопросы сокращения льготы на проезд вызвало и у многодетных семей. Большинство из них переживало, что сейчас они действительно не смогут ввозить детей и на секции, и в бассейн, что это достаточно трудоемко. И если посчитать, то на одну семью на транспорт придется в месяц выделить 2160 рублей. У законодателей на этот счет есть свое мнение. Я понимаю, что кто-то из детей старших классов учится в профильном классе, допустим, ездить с лесозавода в первую школу на физмат, но ведь это выбор семьи, понимаете? Это выбор семьи. А за любой выбор сегодня мы должны нести ответственность. А так обязательно, скажем, в том же поселке лесозавод есть средняя школа, где детям никуда не надо ехать. Один вышли и приступили к обучению. Я слышала в нашем обсуждении, что вот поехать в бассейн ребенку, но мы забыли при этом, что у нас все дополнительное образование в округе бесплатное. Бесплатные учебники, бесплатное питание, самые беспрецедентные услуги по оказанию семейной политики на территории округа. Об этом мы не говорим. Справедливо отметить, что изменения в части предоставления социальной льготы на проезд связаны с необходимостью поддержки АТП. Сегодня это предприятие терпит убытки в размере 10 миллионов рублей. Что касается обращений, да, действительно, были ладят обращения, как я сказала, но последнее обращение у нас 18 сентября, где кто-то даже говорит, что автопредприятие, я не знаю, в городе неоднократно обращалась к департаменту СССР, департаменту здравоохранения. Когда есть депутат, в управлении благословительными целями, опять смотрят ли годы отдельными категориями граждан, перейти на авторскую помощь в наиболее вызваемой категории, но решения, когда на вопросе, принято не было. И так же, слово просит пересмотреть льготы для отдельных категорий граждан. Поэтому мы говорим, что да, сегодня мы пересматриваем эти льготы. Все предложения разработчики законопроекта приняли к сведению и учтут при принятии закона во втором чтении. Говорили на прошлой неделе и об изменениях зарплат. Без преувеличения можно сказать, что власти Ненецкого округа делают все возможное для сохранения зарплат бюджетникам. Ситуация в регионе стабильная, зарплаты сокращены только у госслужащих. По информации Управления экономического развития Департамента финансов, экономики и имущества Ненецкого округа, майские указы президента по итогам первого полугодия в части зарплат бюджетникам исполнены положительно. Плановые показатели достигнуты, что положительно выделяет нас на фоне других субъектов России. Об этом в материале Марии Владимировой. Указы президента, подписанные 7 мая 2012 года, предполагают увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в полтора раза. Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования работников учреждений культуры должна быть доведена до средней заработной платы в регионе. Зарплата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников к 2018 году должна быть доведена до 200% от средней зарплаты в регионе. Говоря о зарплате медицинских работников, то здесь повышение средней заработной платы должно быть доведено до 100% от средней зарплаты в регионе, а работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское, фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги до 200%. В Ниньском округе плановые показатели по итогам первого полугодия достигнуты последующим показателем. Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней зарплате по субъекту отмечено ростом в 31,5% от планового показателя и фактически составляет 131,5%. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения выше планового показателя на 40,8% и фактически составляет 183,3%. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское, фармацевтическое или иное высшее образование, выше планового показателя на 15,4%. Фактическое значение составляет 169,9%. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала выше планового значения на 3,6%. Следовательно, фактическое значение составляет 56%. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала при плане 100,6% составляет фактически 102,7%. Эти показатели позволяют положительно сравнивать наш регион с другими субъектами. Возьмем, например, Мурманскую область. По сообщению агентства РБК, в марте 2015 года губернатор Мурманской области внесла в областную думу два законопроекта. Один касался учителей, а другой — сотрудников детских садов. Оба предполагали перерасчет формулы, по которой муниципалитеты получали деньги для выплаты зарплат. Коэффициент индексации для исчисления зарплаты педагогам был снижен с одной до 0,941, воспитателям — до 0,95. Зарплаты учителей и воспитателей в Мурманской области должны были снизиться почти на 15%. Однако городская администрация Мурманска направила в суд иск, пытаясь оспорить размер коэффициента индексации. Областной суд эти иски удовлетворил. Ещё интереснее ситуация в Забайкалье. У забайкальских властей кончились деньги на оплату труда врачей и учителей. Там врачи и медсёстры до сих пор не получили денег за август. Общая сумма оценивается примерно в 30 миллионов рублей. В аналогичной ситуации оказались и учителя края. Только им правительство задолжало 486 миллионов рублей. Власти разводят руками. В краевом бюджете кончились деньги. Об этом передаёт ДВРОС. Так что на общем фоне страны ситуация в Ненецком округе продолжает оставаться стабильной. Задержек по зарплате бюджетникам в округе нет, как и нет сокращения зарплаты. Снижение денежного довольствия произошло только у государственных служащих. Приятно отметить, что наш регион лидирует и по другим позициям. Например, с введением нового механизма поддержки жилищного кредитования, а именно 5-процентной ипотеки, мы можем получить статус региона, владеющего самой низкой ставкой по кредитам на жилищи в России. Почему, судите сами. Новую программу жилищного кредитования, напомню, запустят в середине октября. До 1 октября администрация НАУ ждёт подтверждения от банков, желающих участвовать в программе. На сегодня Московский индустриальный банк подтвердил своё намерение. Ответы от Сбербанка и ВТБ ожидаются на днях. Игорь Кошин обещал проинформировать Владимира Булавина о запуске льготной ипотеки в округе и сообщить фамилию первого участника программы. Напомню, новая ипотека должна обходиться заёмщику в 5%. Предоставляться она будет только под новое строящееся жильё в течение 10 лет со дня заключения кредитного договора. Цель региональной программы – привлечь банковское финансирование и деньги населения в жилищное строительство. Размер субсидий по ипотеке составит разницу между процентной ставкой по договору и ставкой 5% годовых. В случае, если процентная ставка будет превышать ключевую ставку Центрального банка России, расчёт компенсации будет производиться, исходя из размера ключевой ставки. Так, например, платёж семьи за двухкомнатную квартиру стоимостью 5 млн. рублей составит 25 тыс. рублей в месяц. При ставке в 14% по договору ключевой ставке 12,5% и первоначальному взносе в 1 млн. рублей. 5% ипотека – это принципиально новый механизм поддержки жилищного кредитования в регионе. С введением этой программы Ненецкий округ может получить статус региона, владеющего самой низкой ставкой по кредитам на жилище. Например, в Ярославле ипотеку дают под 10,9% годовых, ставки по ипотеке в Сыктывкаре и Республике Коми находятся в диапазоне от 8% годовых. Понятно, что с введением 5% ипотеки в регионе будут появляться новые жилые комплексы и развиваться строительная отрасль с учётом новых механизмов хозяйствования. А вот что касается других направлений социально-экономической жизни, то сегодня наш регион активно работает над решением вопроса импортозамещения. На столах жителей округа по большей части должна быть местная продукция. Сейчас, например, овощами местного производства жители региона обеспечены только на треть. Для достижения поставленной цели необходимо увеличивать производство, в том числе местные огурцы и помидоры выращивать круглогодично. В перспективе и собственная при этом рыбопереработка. Когда планы превратятся в реальность, говорили на встрече глава региона Игорь Кошин и руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Олег Белак отчитывался о работе ведомства за 8 месяцев этого года. Алена Валей с подробностями. Вылов и переработка печорской рыбы – одно из приоритетных направлений в экономике региона. Строительство рыбоперерабатывающего предприятия должно обеспечить жителей округа не только продукцией собственного производства, но и рабочими местами. Как минимум, рыбоперерабатывающий цех даст 350 рабочих мест. Сейчас у нас идет ПСД, то есть она расторгована, выиграла фирма «Новосибирская». Архитектура, по-моему, 21-й. То есть мы уже от одного гигантского рыбозавода, сейчас будем строить другой гигантский рыбозавод. Игорь Викторович, у нас потрачено порядка 100 миллионов рублей на бюджетных инвестиций. Просто сам по себе фундамент, эти 100 миллионов мы никуда не сможем предложить, как некий проект. С рыбопераком союзом мы давайте договоримся. Они сделают переработку. Только если им не надо будет нести на себе обременение этой площадки за 100 миллионов. Нет, безусловно. Мы изначально так с ними говорили. Есть модульное решение. Но мы их потом же туда отправим. Ваши же подчиненные это сделают. Делают малые формы, малый цех здесь. Давайте найдем землю, найдем участок. Мы должны с вами сделать переработку. Эта задача перед Киселевым стояла. Киселевым должен был ее с управлением совершенно спокойно перенести в департамент. Поэтому, пожалуйста, это прямо себе пометим. А это контрольное поручение. Сейчас большие объемы рыбы уходят за пределы округа. Под любительское и традиционное рыболовство маскируется бизнес. В минувшие выходные был установлен рекорд изъятой незаконно выловленной рыбы – 400 килограммов. Заказчики из республики Коми арендовали для ее вывоза вертолет. Предотвращая подобные случаи, накануне заместитель губернатора Олег Белак отказал троим таким любителям рыбной ловли – выдачи разрешения на добычу водных биоресурсов. Заявляется плавать 31 декабря 2015 года, 31 января 2016 года, 31 декабря 2016 года. Оставные сети еще ладно, а потом идут плавные сети 300 метров, ЕЧА 45. И там пошел, пошел, пошел. Объемы такие, что у нас промышленники меньше просят. Округ славится не только рыбной, но и мясной продукцией. Основной переработчик – мясокомбинат. Переживает не лучшие времена. Но вместе со сменой руководства общества мясопродукты удалось сократить расходы предприятия. Например, реализовано неиспользуемое консервное оборудование. Прекращено производство убыточных макаронных изделий. Изменен рабочий график. По плану, экономия за год должна составить 17 миллионов рублей. В ближайшие годы в регионе должно увеличиться собственное производство овощей. Сейчас в тепличном комбинате «Солнышко» Ненецкой агропромышленной компании завершается ремонт котельной. У нас самое главное – это сейчас в конце этого года должен завершиться ремонт. Но там есть переход на 16-й год – это котельная. После того, как будет завершена котельная, на этапе готовности 90% уже будем, скажем так, рассматривать строительство. Уже тогда запуск. То есть там переход отремонтировали, колонны стоят. То есть уже запуск непосредственно строительства самих теплиц. Запуск новых площадей позволит обеспечить горожан свежей зеленью и овощами круглый год, а также расширить ассортимент производимой продукции. К огурцам, томатам, луку и зелени добавляются болгарский перец и баклажаны. Развитие агропромышленного комплекса в условиях импортозамещения должно иметь поступательное движение. Только вперед. Ну что ж, будем двигаться только вперед. Итак, мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Пусть будущие 7 дней станут для вас очередным шагом вперед. Не забывайте, вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть в нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok